Гала-концерт медиа-корпорации Китая в честь праздника весны – самое популярное новогоднее шоу в Поднебесной. В этом году телепередача поставила новый рекорд. Количество ее просмотров к 10 февраля превысило 14 миллиардов и обошло уровень прошлого года почти на треть. При расчете этого показателя аналитики учли просмотры всего концерта и его фрагментов на всех каналах и платформах. Программу транслировали более 2300 средств массовой информации из 200 стран и регионов. На иностранных онлайн-площадках статьи и обсуждения на тему праздничного шоу открывали почти 700 миллионов раз. Я получила огромное удовольствие от просмотра концерта. Меня впечатлило разнообразие китайской культуры. Я посмотрела гала-концерт, посвященный к этому празднику медиакорпорации Китая. Очень впечатляюще. На самом деле наш дружественный китайский народ умеет удивлять и вызывает очень большое восхищение вообще у зрителей. Там не только вот художественные выступления, песни, но и было вообще показали все традиции и обычаи и все атрибуты празднования данного Нового года. Гала-концерт длился почти пять часов. В нем приняли участие артисты со всего Китая. В программу вошли песни, танцы, акробатика, юмористические сценки и многое другое. Это очень ярко, это очень феерично, красочно, здорово, когда есть и историческая подоплека, и культурное наследие они свое показывают. То есть это танцы, там запомнились, например, танец карпов удачи, или вот на ходулях были танцы, песни и какие-то даже юмористические вещи с картами фокусом. То есть на самом деле это очень круто. Да, пять часов это долго, но, наверное, когда ты с семьей сидишь целый вечер, то почему бы и нет. Я посмотрела, концерт мне очень понравился, с первых же минут захватывает, очень там динамичные выступления были. Актеры выступали в разных направлениях, например, акробаты там танцевали, еще танцоры, певцы были, еще этнические мечи выступали, которые живут в Китае. Все номера очень были такими грандиозными, шикарными. Мне очень понравилось. Видно, что организаторы очень усердно работали над таким большим галоконцертом. Одним из самых ярких номеров в программе концерта стало выступление 20 акробатов. Они обыграли китайскую легенду о карпе, который перепрыгнул врата дракона. Так называют самый трудный участок реки Хуанхэ. В Поднебесной эта история стала символом успеха и карьерного роста. Карп устремляется вверх по течению, доплывает до врат дракона и перепрыгивает их. Эту древнюю легенду мы превратили в короткое, но очень яркое шоу. Медиакорпорация Китая также порадовала зрителей конкурсом на лучший танец дракона. Он прошел в 68 странах и регионах. Это стало еще одним примером того, как традиции Поднебесной объединяют людей по всему земному шару.